Дальше нужен еще один листик, мы еще раз заворачиваем наш колокольчик будущий по ножке. И просто последнее, что мы делаем, это просто укутываем лепесточком. Сюда в центр можно вставить еще какую-то веточку или что-то, что будет напоминать. Обычно делают несколько колокольчиков на одну часть. То есть можно вот так сложить и проткнуть. Если большая гирлянда, обычно если делается такой колокольчик, то гирлянда явно не маленькая. Тогда можно просто нанизать и проткнуть все колокольчики. Это будет первый колокольчик. То есть вот так. И таких можно сделать, например, три штучки. Выравниваем листик. Желательно, чтобы листик, который будет дальше, чтобы он был ровным, ровный край, чтобы он не был поврежден. Потому что это и будет верх нашего колокольчика. Это будет дальше. И последний красный. Допустим, вот этот. Чтобы сделать красный, нужно немножко ниже его расположить и просто укутать. Uh. Мамамы, мы. Да. ШК. Стриток стыдок. И citبد, где высоко здесь отсюда. и также прокалываю так как знать это гост ну вот скажем мы сделали два можно сделать 3 то есть чтобы закрепить рисунок и дальше продолжить пушкой обязательно ли этот листочек он будет распадаться видите как бы вы его не пытались проколоть вы прокалываться до какой-то степени кто может распадаться и поскольку листики они очень такие нежные то его трудно как-то завязать или что поэтому следующее что нужно взять это просто сделать еще один слой просто обычный обычный вы делаете герман я не буду ничего резать просто сделаю сам цветочек просто чтобы закрепить кольцо получится вот такой вот такая вот штучка если вы например можно здесь связать будет там где вы делали дальше просто связать и у вас внизу вашей гирлянды будет висеть такой такой колокольчик теперь это то что касается то что касается видов гирлянд их может быть много на самом деле просто говорилось что просто включать включается ваша фантастика я знаю что там делают разные там и например если у вас идет гирлянда как вставить цветы вот роза да например она вот так растет можно как делать можно проколоть отсюда с ножки сначала у вас будет просто вот так вот листик на гирлянде вот так если вам нужно сделать скажем очень очень красивые гирлянды у вас много роз тогда вы можете ее не так прокалывать а вот так и насаживать насаживать цветы как бы по спирали то есть вы прокалываете основание и вылаживаете роз вот так вот так вот по гирлянде и тогда у вас гирлянда будет состоять полностью со всех сторон из бутонов роз то же самое делается с чернобрызцев и так дальше а чернобрызцев это вообще любимый мой цветок потому что во первых он неприхотлив его можно по-разному проколоть и эти гирлянды делаются очень быстро в основном чернобрызцев на украшают правильно на праздники там алтарию делать большие провисные гирлянды там и так дальше из роз это чуть проблематичнее потому что розы сыпется очень сильно если вы нарушите основание розы руками сильно прижмете ее то она просто обсыпется даже на вашей гирлянде гирлянды из пушпиль они могут долго прослужить если вы например делаете гирлянду на завтра вы можете сделать ее с вечера просто положить в холодильник пакет хорошо закрутить она будет вас в холодильнике лежать и выглядеть свеже очень хорошо на следующий день но если на следующий день вам нужно ее то есть предложить господу то я нужно обязательно попшикать ароматическим маслом это может быть сандал это может быть там любое цветочные масло которое у нас есть есть уже готовое масло в храме это сандал он там разведенный уже уже в такой баночке просто спрей не поддумайтесь у нас в рамках я не знаю если вы делаете гирлянду чтобы потом все спою все таки спою сейчас я покажу вам масло хорошо мама что мы еще подарили микрофон правильно ну так девочка 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 ну вот скажем такую это просто роза у него большая мошка и можно просто так чуть-чуть слегка помазать гирлянду со стороны она будет пахнуть потому что на следующий день пушка она немножко уже так начинает пахнуть в холодильнике и для того чтобы этого запаха не было мы просто пользуемся такими маслами есть вот еще спрей этот сандаловый но я не могу его найти поэтому поэтому так как рассчитать гирлянду очень просто но нашу гирлянду на пончитать нужно где-то чуть больше метра может метр двадцать где-то вот гирлянда обычно я делаю двойную нитку я просто растягиваю нитку так один раз и второй раз и вот получается у меня если я его согну вот у меня и будет то есть гирлянда на человека есть немножко примечательно потому что если скажем это лектор то если просто нам почетный гость и на почетного гостя нужно сделать гирлянду там скажем приезжает допустим там не ранжина с вами и нужно сделать для него гирлянду то тогда нужно учитывать несколько фактов если например он просто мы его встречаем да это почетный гость тогда гирлянда может быть очень красивой она может быть немножко тяжелой ну то есть сделана полностью из роста и она может быть длинной длинные гирлянды всегда красивее но они неудобны и если видели часто если длинная гирлянда то старшие бедные те кто дают лекции там до кончителя они делают вот так и получается что там у него еще до лопаток знаете висит гирлянда потом в итоге он все равно ее снимает потому что это неудобно когда проводится ягья или если вы делаете гирлянду для лектора то лучше всего делать гирлянду короче чтобы она была лектору вот так в сидячем положении то есть когда он сидит чтобы гирлянда была вот так если она будет ниже он будет постоянно ее вот так оттягивать назад поэтому если вы делаете на лектора гирлянду или на жреца на ягью гирлянда не должна быть длинной Потому что, если это, например, жрец, ему неудобно. Он постоянно что-то делает, и эта гирлянда постоянно...